Первая, она открытая, публичная. Конечно, очень сложно требовать от каждого казахстанца быть на 100% активным в этот период, изучать программы кандидатов, делать активную агитационную работу. Это нонсенс, так не бывает. Есть часть активов, которые работают, где-то она достаточная, где-то их мало, но эта жизнь зависит, в том числе и от самих кандидатов, насколько они привлекательны. Вторая активность, я думаю, что она должна проявиться 9 июня, в день голосования. В день голосования, когда каждый гражданин придет на избирательный участок и возьмет бюллетен, вот это и есть самая главная активность. А если это будет еще сопровождаться активным наблюдением за ходом выборов, конечно, тогда выборы станут действительно таким мощным шагом вперед в общественном развитии Казахстана. Отличаются ли избиратели Кустанайского региона от других регионов? Конечно, избиратель он один, в каком бы регионе он ни был. Есть свои запросы, в том числе и достаточно критические отношения к программам кандидатов. Мы и кандидаты это должны учитывать, должны объяснять, особенно те положения, которые, может быть, не дошли еще до избирателя. А что касается регионального аспекта, конечно, есть. Кустанай, как и множество северных территорий находятся на границе с Россией. Очень здесь сильная российская пропаганда. Здесь очень остро ставятся вопросы языка, межнациональных отношений. Я все больше и больше убеждаюсь, что законное право казахов разговаривать на своем языке, оно получает понимание со стороны других национальностей, и язык становится таким объединяющим фактором. И я хочу сказать, что вопросы общеказахстанского патриотизма, общеказахстанской заинтересованности, стабильности государства, общеказахстанской заинтересованности в демократическом развитии единого государства, они актуальны и здесь. И я с удовольствием разговариваю на эту тему и получаю истинное удовольствие, потому что граждане понимают, что у нас одна страна, одни ценности, одно будущее. И эти выгоды станут определяющими решение нашего общего будущего, несмотря на национальности или знания, или незнания. Спасибо.